Мне всегда, знаешь, в них что нравилось? Я же одержимая тоже. Я всегда хочу, чтобы справедливость сразу восторжествовала. Мне когда-то один товарищ сказал, я потом эту фразу долго ее содержание разбирала, хотела в нее вникнуть. Как китайцы говорят, подожди, пока труп твоего врага проплывет по реке. Они ребята, которые умеют играть в долгую, там, спринтеры или стайры. Вот эти ребята, они точно стайры. То есть они в долгую, всерьез и... Знаешь что, русские с китайцем, братья, всегда Сталин и Мао слушают нас. Ну давай уже, напоследок стихи красивые прочитай, и я пойду. Я? Смотреть стриалы, да. Да, почему нет? Это к Саше СТ или кому-нибудь там, но никому нет. Нет, нет, а ты сам вот, например, знаешь, всегда же интересно. Я где бы не оказалась, мне все говорят, вы можете же провести за столом? Я, ты же понимаешь, даже дома я уже давно ничего не веду. Понятно, что везде тамада я, потому что я могу стать и красивый тост сказать. Если бы мы за столом были, я бы сказала, брат, тебе здоровье, правда, вот тебе больше ничего желать не надо. Только здоровье, береги себя, потому что у тебя, правда, может вторая часть жизни оказаться интереснее первой. Хотя, казалось бы, куда уж интереснее. Но все зависит от тебя. Спасибо. То есть ты еще можешь быть гораздо более счастливым, чем уже был. Но будешь или нет, зависит от тебя. Буду, буду. А ты мне что желаешь? А я тебе желаю спокойствия и вообще и молодец, и душевного равновесия, и отдыхай дома, и наслаждайся выходными длителями. Можете никуда не планировать отдыхать, а просто обуючивайте свой дом. Если есть там загородный дом, то еще круче, блядь. Я потому что сейчас вот, да, о-о-о, да-да-да-да, да. А у меня, представляете, типа вот если рэперы живут, они, скажем, загородом живут, а студия в Москве. Или они живут в Москве, а студия где-то в другом районе. То есть им надо встать, поехать. А я года два назад начал строить себе студию, хотел маленькую построить. И отгрохал такой дом, то есть он мне должен был, я его планировал за три с половиной, короче, под ключ сделать. А в конечном итоге из-за Кэтиных запросов он мне вышел девять с половиной. Ты шутишь, ты строил дом под Кэти? Да, я строил дом не под Кэти, а как бы я строил дом себе под студию. Я построил сначала один дом под студию. Домик я посмотрел, вот такое окно, отгрохал такой, чтобы больше моего дома. И она меня бросила. А у меня еще три миллиона, блядь, висит, типа, долг за это. Стильная, ну что тут говорить. Она мне так навыбирала, я потом уже в слезах ей звоню. А нахуя я этот участок строю покупал? Зачем я этот дом строю? Она говорит, а я здесь при чем? Типа, я думаю, ну блядь, ну все, ну вообще, не понимаю. Слушай, а ты понимаешь? Думаю, я благодарен ей за это. Получается, что видишь, как она тебе не ходила? Нет, я зла не держу вообще, просто меня, знаешь, так в грязь лицом никто не тыкал за сорок лет. А ты все никак не можешь успокоиться, я смотрю. Нет, это просто только вам букву. Тина, ее звали, тоже грузинка, она была. Ты шутишь. Да, Тина Гогодзе. Она сейчас, кстати, может даже смотрит прямой эфир, но она замужем, у нее дети, все хорошо. Тбилиси живет? А? Тбилиси живет? В Москве живет. В Москве. Ну ты-то что удивляешься, ты-то нас в грузинок давно слушаешь, я так понимаю. Я, 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 да, мне нравится. Сказать? Да, она меня чему-то учила, но я пытался ее, чтобы, типа, раскачать, чтобы она меня научила грузинскому. Я что-то какое-то одно время знал, и я ее, типа, просил, чтобы она у меня каждый раз проверяла эти слова. Потом она перестала проверять, но я что-то знал, но я не помню сейчас, я знал там. Но каждая грузинская женщина, не грузинского мужчину, учит в первую очередь слово ми-хвар-ха. Это невозможно выговорить, и это значит, я тебя люблю. Поэтому я уверена, что, да, что ты с этим словом знаком точно. Но она меня этому не учила, она меня другим учила.